МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какой он среднестатистический портрет молодого чебоксарца? Спортивный, катается на скейтах и электросамокатах. Образованный и культурный, ходит в кино, на выставки и в музеи. Очень коммуникабельный, любит посидеть в кафе и на природе, гулять до рассвета, но не только. Это программа «Комфортный город» о молодых ребятах, школьниках и студентах с активной жизненной позицией, которые готовы менять город, республику, страну в лучшую сторону. И уже занимаются этим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этом видео на сцене. В доме КВН в Москве чебоксарская школьная команда «Дети Индиго». Финалисты Всероссийской юниор-лиги КВН. За выход в финал в 2019-м они боролись с 25 командами из Москвы, Краснодара, Хакасии, Ямал-Ненецкого округа, Иркутской области и других городов и регионов. Школьники из Чебоксар заняли в полуфинале третье место и вошли в шестерку лучших команд по итогам двух игр. Финальные выступления должны были состояться в апреле, но из-за пандемии все перенеслось. Сейчас девчонки снова готовятся к борьбе за выход в телевизионную лигу шоу талантов «Детский КВН». Значит так, ловите секрет победного выступления. Приглашенная звезда есть? Нет. Свой человек в жюри присутствует? Нет. Сопливые моменты в конце будут, чтобы на жалость надолить? Нет. Ой, не вывозите, девочки, не вывозите. София, а мы точно сегодня выиграем. Яй-то умоляю. Так мы же в е-конкурсе выступаем. Яй-то умоляю. И такие взрослые команды играют. Яй-то умоляю. София, вот молитвой надо еще поработать. Это да. Да, да, да. Набираем. Детский КВН – одно из популярных школьных движений. Из 60 школ, где-то такое количество у нас в городе, школ, ну где-то больше половины уже точно поиграли, либо играют, либо там старые команды, ну как старые, нельзя так говорить. Взрослая команда уже уходит, новая приходит, порядка 30-40 школ, которым это интересно, которые привозят свои команды, которые там интересуются, как начать, есть у них к чему стремиться стать чемпионами, чтобы поехать туда и показать уже на российском уровне, так сказать, чем мы умеем. Готовиться к большим играм помогают взрослые – родители, педагоги и старшие коллеги. В этом году КВН «Чуваши» исполняется 20 лет, и местным командам есть чем гордиться. Для нас это был, наверное, самый успешный год, потому что у нас и команда из Чебоксара, из ЧГУ попала на Первый канал. В премьер-лигу тут она отыграла две игры. У нас есть две замечательные команды, помимо всего прочего, это команда КВН «Чуваши» и вокальная сборная. Они в этом году пробовались на юмористическом проекте на СТС, и у них вот тоже будет два эфира, они очень успешно выступили. Не остается в стороне и администрация столицы. Город всецело нас поддерживает, то есть и в плане поиска поддержки, да, группы поддержки во всех соцсетях. Там пишут о нас, упоминают, говорят, что, мол, вот, ребята, нужна какая-то там помощь. Например, у нас есть также видео отбивки. Если нам нужно что-то где-то подснять, мы можем, в принципе, обратиться в администрацию, нам помогут, подскажут. В числе обширных направлений молодежной деятельности – волонтерство. Популярность этого движения просто зашкаливает. Добровольцами хотят быть все. Школьники и студенты помогают организовывать различные мероприятия, оказывают поддержку социально незащищенным гражданам. Наконец, ищут хозяев с собаком и кошком. Кексу и Челомею сегодня повезло. Их вывели на прогулку друзья-волонтеры. У меня у самой две собаки. Вот один в Кавказе с немцем смесь, другой вот, ну, наподобие вот этой собачки. Приют пришла, прям вот так хорошо стало. А собаки радуются, когда вот приходят люди, волонтеры, вообще кто угодно? Надо спросить у него, ты радуешься? Кажется, да. В пункте передержки бездомных собак Чубаксар более 500 животных, хотя рассчитан он на гораздо меньшее количество. Выгуливать всех просто не хватает рук, выручают добровольцы. Я сюда прихожу, чтобы уделить хоть какое-то внимание собакам бездомным, потому что у них не так много, на них не так много уделяют внимания, как с домашними животными дома, там, один на один, там. И дать много любви. Это лишь один из примеров проявления доброй воли ребят. Наш волонтерский центр занимается несколькими большими направлениями. Это событийное волонтерство, социальное волонтерство. Также мы реализуем различные экологические и патриотические программы. У нас у волонтеров все по призванию, все действительно оно заложено внутри. Волонтерский центр Чубаксар работает уже пять лет. В его рядах более 4 тысяч добровольцев. Волонтерский центр, он самый крупный в Чуварской республике. А также у нас есть ряд других общественных объединений, такие как волонтеры Победы, экологическая организация «Зеленый город», «Союз активного молодежи». Они также реализуют социально значимые проекты. Часть инициативных ребят сами до нас приходят, говорят о том, что мы хотим работать с вами, мы хотим войти в различные общественные объединения. Второе, мы проводим большое количество образовательных проектов. То есть я считаю, что необходимо сделать уклон на образовательную составляющую. И действительно, вот у нас школа эко-лидера, школа волонтеров, школа проектная школа, школа в целом лидеров. То есть мы и с общественным объединением выстраиваем такую работу, чтобы они искали и находили активных ребят. Даже в волонтерском центре мы ведем кадровую нашу работу. Каким образом? Приходит молодой человек. 15, 16, 17 лет у нас есть тем-лидеры. То есть тот человек, который был 5, 10, 15 раз на наших мероприятиях в качестве волонтера, если в нем есть потенциал лидера, руководителя, мы его делаем тем-лидером. То есть непосредственно он уже опыт себе приобретает, когда он координирует новых ребят. То есть у него ложится на плечи ответственность. Это же круто, когда человек из общественной деятельности растет. Он растет как лидер. Эти навыки нужны в течение всей жизни. 10 проектов молодежных организаций «Чебоксар» в этом году получили гранты на общую сумму 14 миллионов рублей. Поддержку оказали Фонд президентских грантов и Федеральное агентство по делам молодежи. Один из победителей – проект «Координационный совет работающей молодежи». Сейчас в его составе представители 14 предприятий. Авторы проекта считают, что потенциал молодых рабочих и инженеров намного выше и хотят расширить количество участников совета. Начинающим готовы оказать правовую помощь, провести консультации по финансовой грамотности. В основе патриотического проекта «Память в каждом дворе» – разработка мобильного приложения, в котором будут объединены истории ста ветеранов Великой Отечественной войны. В десяти столичных школах создадут патриотические волонтерские отряды. Они и будут собирать информацию об участниках Великой Отечественной войны. Уже началась реализация проекта «Центр психологического сопровождения и образования семья». Новое направление – Центр психологического сопровождения и образования семья для молодых граждан, уже состоящих в браке или только идущих к семейной жизни. Основной целью проекта является снижение количества разводов в молодых семьях. Путем проведения бесплатных психологических консультаций, образовательных мероприятий для профилактики семейной неблагополучности. Стоит отметить, что за две недели за реализацией проекта более 50 семей уже обратились за помощью. Люди действительно, им нужна помощь психологическая. В основном, это, конечно, женщины. И, конечно, частные случаи. То есть у всех разные проблемы, и психолог с каждым человеком работает. Проект «Экологическая тропа здоровья» будет реализовываться совместно с Минздравом региона. В лесопарковых зонах появятся три пешеходных маршрута для людей с разными группами здоровья. На каждой информационной стенде с иллюстрациями упражнений и QR-коды к видеороликам. Впервые мы получаем такую грантовую поддержку молодежи. В таком объеме средств мы не получали. Направления разные. Это и патриотизм, это и работа с ветеранами, экологические мероприятия. Работа с молодыми семьями. То есть здесь наша задача вовлекать молодежь. По благо жителей города, граждан, ветеранов. То есть если такие средства выделяются на уровне федерации, то должны мы их максимально эффективно использовать. И хорошо, что молодежь активно участвует в этом направлении. Ну и реперные точки надо определить, какие мы хотим получить результаты. В столице республики организована и проектная школа. Молодежь учится формулировать идеи, вырабатывать концепции, формировать целевые группы. При реализации проекта человек получает очень много навыков, которые необходимы. Это и работа в команде, это и работа с документами, это и работа с финансами, с партнерами и так далее. Мы очень рады, что сегодня в городе Чебоксары активно развивается проектная деятельность. Все больше и больше молодых людей вовлекаются в проектную деятельность. И они, ведь что самое интересное в том, что у молодых людей очень интересная инициатива, очень интересная идея. И сегодня есть возможность для того, чтобы эти инициативы реализовать. Я представляю правком обучающихся Чувашского государственного университета Ильиния Николаевича Ульянова. Мне самому в целом интересна эта сфера и развитие, которой я хотел бы заниматься в Чувашии. Победы в грантовых конкурсах позволяют некоммерческим организациям поднимать свою работу на новый уровень, привлекать в свои ряды как можно больше людей. Мы оказываем помощь общественным объединениям города, как молодежным, так и в целом. То есть немолодежным общественным объединениям. Мы помогаем им организационно, где-то помещение помогаем, мы им выделяем, где-то информационно помогаем. То есть наша цель способствовать развитию некоммерческих организаций на территории города Чебоксары, чтобы они реализовывали свои проекты, работали с молодежью и вместе с нами реализовывали государственную молодежную политику. Сегодня на стадии подготовки еще 9 проектов. А это значит, что жизнь в столице станет еще интереснее и насыщеннее. Присоединяйтесь, ведь Чебоксары – это город наших побед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова